Крупнейшие предприятия столицы Карелии, завод Петрозаводск-Маш, в третий раз участвуют в профориентационной акции «Неделя без турникетов». Однако впервые день открытых дверей на производстве проходит и для школьников районных школ. Всего 8 команд. Первым делом ребята прослушали инструктаж по технике безопасности. Передвигайтесь только по обозначенным зеленым дорожкам. Находитесь в средствах защиты, каскетке и очках. В роли наставников – работники завода. Они ждали школьников на 10 станциях. Самой популярной оказалась сварка. У нас специальное устройство здесь есть. Газпродувка. Узнать, есть ли газ. Слышно, идет газ. Краки одеваем вовнутрь, вовнутрь одеваем, чтобы у нас брызги не попали на руки. Все, кто будет стоять непосредственно за сваркой, руки прячем за спину, потому что ультрафиолет попадает, он вреден тоже. У сварщика должно быть все закрыто. Маски все одеваем. Среди тех, кто попробовал себя в роли начинающего сварщика – пятилетний Артем Егоров. Сегодня он пришел на мастер-класс своего отца – сварщика Петрозаводск Маша Дениса Егорова. А как ты думаешь, кем ты будешь, когда вырастешь? Сашика. Сын у меня давно хотел уже побывать здесь. Ну, его мечта осуществилась. Самому даже интересно было поработать, что-то даже вспомнить, что-то рассказать. Пришлось, правда, прочитать литературу, потому что за года забывается на самом деле. Вот. Ну, в целом очень даже хорошо. На станции под названием «Инженер-технолог» школьники пытались расставить детали в нужной последовательности и найти лишние, согласно чертежам. Вот это точно здесь, она шире, а здесь вот. Конструировали детали на другой станции. В качестве основы выбрали хорошо знакомый школьникам спиннер. Я думаю, в будущем стать технарем. Мне, в принципе, это понравилось. Ну, и мне нравятся сварщики. Сейчас на заводе трудятся порядка двух тысяч работников. Петрозаводск Маш постоянно увеличивает количество выпускаемой продукции. На предприятии обновляется оборудование, появляются новые методы обработки. Увеличивается и число международных партнеров, поэтому здесь всегда рады новым сотрудникам. На заводе довольно большой объем нового серьезного оборудования, куда мы постоянно набираем, так как объемы растут, количество оборудования растет. Мы ищем хороших специалистов. Надеюсь, постепенно эти ребята заинтересуются и будут составлять через какое-то время костяк нашего предприятия. То есть мы на это рассчитываем. День без турникетов. На Петрозаводск Маше завершили экскурсии по предприятию. Приходите работать. Ждем вас. По итогам квестов на станциях лучшей стала команда университетского лицея Петрозаводска. Она набрала больше всех баллов. Подарками и сувенирами наградили учеников и из других школ, которые проявили себя лучше остальных. Понравилось все, все конкурсы. Было очень интересно. Нам показывали разные инструменты. Мы пробовали себя в роли разных рабочих. Это было очень необычно и клево. Когда я вырасту, я хочу работать на этом заводе. Наталья Кузьмина, Игорь Ореховский. Сампо ТВ 360.